Абонемент гарантирует приобретение указанной в нем книги после сдачи 20 килограммов макулатуры. Ну, это уже часть советской истории, а сегодня многие забыли о том, что была такая традиция постоянно собирать макулатуру и куда-то ее сдавать. Хотя приемные пункты сейчас есть, поэтому мы решили проверить, можно ли сейчас собрать макулатуру, отвезти ее и что-то на этом заработать, хотя бы на ту же книгу. Поэтому я вот такую уже увесистую коробочку собрал в своей редакции. Пойдем дальше по сибирской медиагруппе. Все, до отказа, только второй кабинет. Советские будни не реклама, но агитация призывает нести в урохи бумаг, старые журналы и книги, чтобы взамен получить вот такой абонемент на новую книжку, какой другой ценный приз или как пионер за спасибо. Последний пункт, это мы на складе сети киосков Лига Пресс. Здесь для тех, кто собирает макулатуру, просто золотые россыпи. Посмотрим, сможем ли мы на этом что-то заработать. В Барнауле и Новоалтайске справочник показал 35 пунктов приема и переработки. Там, куда приехали мы, принимают любые объемы и даже сами приедут, если вы готовы отдать не меньше 100 килограммов. Мы сдали 15 и сразу скажем, не заработали даже на детскую книжку. А тариф такой, газетная бумага принимается по 4 рубля килограмм, картон 4,5 и черновики, офисная бумага от 6 до 7 рублей килограмм. С недавних пор люди, конечно, стали активнее, охотнее сдавать макулатуру, потому что много информации в СМИ о том, что нужно беречь нашу планету. Ну, пошли люди, то есть даже 2 года назад за день 5-6 человек было, сейчас это уже до 20 человек, 20-25 даже бывает. Нашу бумагу тоже отсортируют, спрессуют и отправят на завод. Оттуда вернутся такие рулоны, будучи и салфетки, и туалетная бумага. Мы сдали 15 килограмм, из них получится вот таких пачек туалетной бумаги, но штук 6. Поэтому, если не все дерево, то хотя бы какую-то его часть мы спасли, плюс еще 60 рублей заработали. Они пойдут, наверное, в общий фонд медиагруппы. Это был Андрей Дрееер, Илья Халяпин. День с толком.